Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Азхат Халилов, тема «Бритьё моё». Вначале хочу призвать вас к взаимной вежливости, не оскорблять возможности меня и друг друга. Недавно на мой канал зашёл какой-то пришлый, значит, зритель, который решил упражняться в оскорблениях. Я его просто забанил, заблокировал. Ну, об этом я, наверное, в виде комментариев закреплённых пишу сверху. Но в основном мне радуется, что сформировалось некое сообщество людей, которым интересна тема «Бритья». Значит, в продолжение спора. Сегодня я взбил пену из мыла для «Бритья». Табак оригинал, спасибо Ренату, он предоставил. Вот это остатки, сегодня я его добил. По мазкам «Спакар». Идёт спор, что вот всё-таки там нужно наносить много. Много, вот много. Я попробую опять, но дело в том, что есть принципиально. Взбивают на лице, я уже показывал. Тьфу ты, ёлки-палки. Придётся это. Распарить забыл. Вот. Сейчас мы тут чуть-чуть его вытрем. Вот. Есть принципиальные различия. Некоторые, значит, сбивают прямо на лице и в барбершопах. И некоторые в чаши. В чаши, признают все, значит, профессионалы, сбиваются лучше, качественнее. Вот. Но, когда взбивают на лице, это признают тоже большинство профессионалов, то волосы, чтена приподнимаются. Её легче сбрить. Понимаете? Вот. Это я признаю. К этому я пришёл как? Не такой прям гений. Я, по ходу, вы поняли, что я учусь. В том числе у вас. То есть я не позиционирую себя, знаете, как всезнайку. А я пришёл подсознательно. То есть мне нравится массаж. То есть я долго-долго-долго беру с чаши и размазываю, сбиваю, добиваю, как некоторые профессионалы говорят, на лице. И оказалось, что, но я об этом не знал, что я прав. То есть я приподнимаю волосяной покров и легче их потом сбрить. Также помните, я снял видеообзор, как бриются в армии. Мне рассказал знакомый мой друг, вернее, друг мой подполковник. Он ледяной водой споласкивает лицо тоже для того, чтобы стала гусиная кожа и волосяной покров приподнялся. Но это вызвало такой спор в комментариях, что я призвал культуре. Там тоже начались оскорбления. В общем, все рассказывали, что, вернее, была версия, что кожа лица, она не имеет, вот как кожа на пятках, она не может, короче, вот, становиться гусиной и приподнимать волосяной покров. Я не специалист-дерматолог, короче, я об этом особо сказать не могу. Но, в принципе, мне нравится вот такой массаж, понимаете? Вот о чем я хочу сказать. Но как вообще возможно тут нанести пену, как Дед Мороз, если вот что я делал? То есть не вот так вот, просто взял ее, вы понимаете, вот так аккуратно. Ну вы поняли, да? Там как сметану, вот видите? Вот так, как сметану. И начинаешь бриться. Для меня это, мне это неприемлемо. Но я свое мнение не навязываю. Мне нравится вот, как бы, сделать такой хороший массаж. Ну раз нанес, давайте начнем бриться. Сегодня я взял лезвие с Gillette 7 o'clock. Кстати, кто вот пришли на канал, они почему-то думают, что я какой-то супер серьезный, позиционирую себя как всезнайку, этот специалист в области бритья. Это маленькое шоу. И оно с юмором. Я себя не позиционирую, как человек, который, ну вы понимаете, да? Я стараюсь быть адекватным. Но юмор должен быть. Итак, вот, заряжаем аккуратно. Вот. И как бы придирается абсолютно ко всему, там неправильно. Вот надо пройтись по росту волос. Потом поперек, потом против. Или наоборот, короче. Я смотрю огромное количество других блогеров по теме бритья. Вы знаете, каждый рассказывает. Ну, в общем, у каждого своя версия. Так, ну давайте по росту. Кстати, я признаю, там один из вас написал, что плохой обзор крема, если только по ходу, я оценил кольжение, только по ходу волос. Я признался в ошибку, что да, поперек я обычно часто режусь. А нужно, что все-таки против роста волос. Ну, а также в одном из обзоров, кстати, там вот один из пришлых прохожих критиков сказал там, почему в кипятке? Там еще что-то. Вот, знаете, такое ощущение, что если я неправильно побреюсь, начнется ядерная война. Третья мировая, не дай бог. Ну, честно сказать. Зачем так серьезно к этому относиться? Вот. Также я объяснял. Например, вот здесь, в области шеи, у меня волосы растут, вот сейчас, короче, туда и туда. И вот так вот, если я брею их, я очень часто режусь. Я не знаю, почему там, как бы, вот. Но очень часто. Поэтому я предпочитаю по росту. Вот. Кстати, а, да, чуть не запутался. Короче, вот тут волосы, они растут вот чуть-чуть вниз сюда, вот, короче, вот сюда. Поэтому, когда вот здесь я иду вот так, то я их сбриваю поперек, сбоку. Как если бы вот здесь вот так шел, понимаете? То есть, эта специфика может быть, ну, у всех по-разному. То есть, вот сейчас я их сбриваю сбоку, поперек. А чтобы против шерсти, вот, вот. Против шерсти, и тут часто я режусь. А вот так, вот так. По росту, и вот так. По росту получается. То есть, короче говоря, для того, что я, ну, все-таки я пытаюсь в чем-то серьезно относиться к тем бредья. Надо изучить собственное лицо. Потому что мы люди разные. Вот, кстати, меня еще упрекает, что у меня жидковатая растительность. Что вы там вообще бреете? И я героически там неделю не бреюсь. Ну, так как я преподаватель, я не могу до поросячьего состояния себя доводить, там, кабанячья щетина. Но сейчас выручает маска. Преподавать мы будем в маске, как ни смешно, нет худа без добра. Лицо мое все видно не будет. Я могу там за неделю обрасти, чтобы упредить на опадки критиков. Итак, вернемся к теме. Вот. Я предпочитаю вот так. Вот. Вот так массажировать. Кстати, люди разные. Кого-то из вас, может быть, это раздражает. А меня успокаивает. Знаете, мы же разные люди. Вот. И видите, получается достаточно тонкий слой пены. Вот из-за чего-то спор возникает, что типа чуть ли я не жмот. Вот, видите? Другое дело есть изоповое решение. Допустим, вот так вот хорошенько помассажировать. Вот так. Вот. Ну и вдогонку уже просто нанести эту, как у Деда Мороза, вот так. Уже легкими движениями. Вот так снимаю. Вот. Чуть-чуть добавить. Ну, это для тех, кто... Кому нравится вот эта эстетика. Короче, как борода у Деда Мороза. Вот. Теперь. Давайте против. Против роста. Вот тут вот, короче. Вот на этой щеке. А здесь. Сейчас. Вот сейчас. Против роста. Чтобы быть последователем вот здесь, придется вот так. Потому что вот туда волосы растут. Понимаете? То есть я все это зачем объясняю? Критики смотрят, они не видят, в общем, на экране волосы, куда растут. И считают, что я вообще какую-то пургу несу. Вот. Вот. То есть будем научный подход. Вот сейчас против. А если вот так, то вот здесь поперек. А вот здесь поперек, это вот так. Вот так вот. То есть лицо, вот шея и щеки, волосы растут в разном направлении. Вот теперь. Вот тут я, допустим, против. Вот против. Вот. Против прошелся, да? Как критикам, что... Когда много пены, кстати, вот тут получается такое, этот... Как в Антарктиде. Какой, знаете, как толстый лед. Вот. И вот сейчас, короче говоря, так как волосы вот туда растут наши, вот в ту сторону. Вот сейчас против роста. Вот пошли. Вот. Кстати, кто-то из вас посоветовал и блогеры по этой теме, что, чтобы не резаться, не надо сильно давить на станок. Не надо скоблить чело свое. Так. Давайте нанесем еще. Опять же, я не навязываю свое мнение и призываю к культуре общения. Вот мне вот, вот полный расколбас, мне нравится вот, вот. Я к этому не сразу пришел, кстати говоря. То есть, там сколько-то я вел эту тему, потихоньку обучался и понял. Кстати, вот спокарик тоже не сразу... Кто-то из вас написал, он не сразу открывается, может быть, он жестковатый бывает. Вот. Вот так вот, очень-очень успокаивает. Колоссально. Я, кстати, понимаю, что, если бы я сейчас лежал в кресле, и это делал специалист из барбершоп, я бы, наверное, уснул просто. Кстати, это часто показывается в кино. Человек так расслабляется, что просто засыпает. Полный релакс. О чем идет и речь. Кстати, был упрек там еще, что я пропагандирую там большие затраты на бритье. Но это неправда. Я вот, я покупаю все очень бюджетно. Меня, кстати, упрекают, что я сильно экономлю на себе. Вот единственный станок, я уже не понял, 17 тысяч тенге, что ли. Это вот самое... А так, все достаточно бюджетно получается. Вот. Короче, прошли по росту. Прошли против. Сейчас я вот нанесу еще для любителей. Ну, тут осталось, не выкидывать же я, да? Так, нанесем. Кстати, она должна быть определенной консистенцией, там, как сметана, чтобы не сползать с лица. Вот теперь поперек. Я поперек не люблю, но, ну, это же тема бритья. Поперек, наверное, допустим, на щеках. Вот, теперь поперек на шее. Так как волосы вот так растут, то поперек получится вот. Это не по ходу, не против, а это сбоку мы, поперек их сбриваем. Теперь на этой щеке. Так как я левша, мне удобнее вот тут я прошел и вот так. Вот сюда я порежусь, правой я не очень. Так. Вот. Теперь поперек на шее волосы вот тут, вот сюда растут. Ну, сейчас их уже не видно, я сбрил. Поэтому вот сейчас мы проходим их поперек. То есть, как бы тут проблема какая возникла. Если бы они вот тут вот по всему лицу росли, вот так вот вниз и на шее. И вот, и логично было. Вот прошли по росту, против и поперек. А нет. На шее растут в другом направлении. Во всяком случае, у меня. Ну, хоре. Так, теперь возьмем нашу рыцарскую чашу. По совету вас, уважаемые зрители, я взял ее не ледяную, а прохладную, чтобы меньше было раздражения. Теперь промочить лицо. И турецкий одеколон номер 4. Производится с 1923 года. Очень бюджетный. Кстати, вот ответ тем, кто считает, что это транжира какой-то. 3000 тенге. Ну, в описании, может, да? Сейчас я на память не переведу. В доллары и рубли. У него хороший процент спирта. Как бы прям дыхание перехватывает, кстати, еще почему не только, что так я прям боюсь, боль и щипет. А вдыхаешь, спирт же, вдыхаешь, еще от этого перехватывает. Кстати, у него очень приятный удержан аромат. И он легко проходит, как я люблю. Сегодня, короче говоря, я еще раз показал тщательно мое видение поперек против этого. То есть, это, знаете, вот со стороны кажется. А вот надо учитывать рост волос. Вот у меня вот так растет. Поэтому, если подходить научно, то я вот сегодня показал, как у меня против роста, как по росту и как поперек. Если вам понравилось, оцените видео. Если захотите, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Но я прошу быть взаимно вежливым. Всего доброго. До свидания.